очень часто задают вопрос ребенку скучно что-либо делать например прибираться что с этим делать но для начала нам нужно с вами решить главный наверное вопрос какую ребенка возраст потому что в разном возрасте ребенку может быть скучно что-либо делать совершенно по разным причинам ну и во-вторых понять а почему же все таки на самом деле ребенку скучно давайте разберем несколько возможных причин и подумаем как сделать так чтобы ребенку трудиться было не скучно начнем с того насколько сами родители радостно умеют трудиться когда мы что-либо делаем сами или вместе много у нас радости мама моет посуду что у нее на лице отображается папа что-то помогает по дому что его попросила мама еще месяц назад вешает полочку делает он то с улыбкой или нет на отвяжись вот ты хотела вот это первое если мы научимся сами трудиться с радостью это будет замечательный пример и для наших детей второй момент это организация труда очень часто организация труда у нас страдает то есть что это такое мы начинаем ребенка заставлять понукать или что еще хуже критиковать то делаешь не так это делаешь не так делай так я тебе говорил делай так а я вот как делаю естественно с такой организации труда никому трудиться не захочется но подумайте сами вы пришли на работу на производство и ваш начальник ежесекундно начинает вас критиковать вы все делаете не так хочется сказать ну делай уже сам раз ты такой умный и собственно говоря дети так и делают поэтому если мы хотим чтобы наши дети трудились помогали нам нам нужно научиться не критиковать их а показывать как это делается правильно без того чтобы ребенок чувствовал себя каким-то ущербным или неправильно кроме того происходит невротизация ситуации когда само дело сам труд начинают для ребенка уже ассоциироваться с критикой от родителей естественно он ничего делать после этого совершенно не захочет еще один важный момент как мы просим как мы просим наших детей помочь если мы это делаем в директивной форме в обязательной начинаем доказывать ребенку что он должен и обязан нам то конечно реакция будет соответственно если же мы договариваемся с ребенком если мы его учимся правильно мотивировать то результат будет совершенно другой и вот здесь мы перешли к следующей теме это мотивация как можно мотивировать ребенка на труд и на взаимопомощь на самом деле мотивации очень много и если кто-то думает что это может быть только некая мотивация ты мне я тебе совершенно неправильно здесь мотивация начинается с того что это некое совместное дело особенно это касается детей маленьких 3 4 5 летний ребенок совместно что-то поделать с родителем для него счастье и огромное удовольствие ребенок младший школьник тоже с радостью что-то будет делать вместе с родителем поэтому если вы зовете ребенка сделать что-то вместе пойдем вместе приберемся по пылесосим я буду делать это а ты то давай вместе помоем посуду и при этом мы не будем его критиковать у нас будет легкость в отношениях и в настроении наверняка ребенок откликнется на нашу просьбу для подростков мотивация может быть уже более конкретно и более практично и давай ты сейчас сделаешь это я пока сделаю то а потом мы вместе посмотрим фильм ну или в конце концов уже постарше ребятам нужно объяснить что у всех у нас есть свои обязанности нужно их нести и собственно говоря твоя обязанность заключается в этом в этом и в этом ты сделаешь и свободен и понимание того что ребенок в чем-то помогает и то что он сделав это может быть потом свободен заниматься своими делами будет помогать ребенку в том чтобы уже конкретно что-либо делать ну и кроме того мы можем разнообразить наш труд можем включить музыку и делать это под музыку мы можем с маленьким ребенком устроить какую-то игру как будто мы готовимся к приезду принца или еще кого-то и в такой игровой форме вместе что-либо делать но для нас очень важно и с этого я именно начал как мы сами воспринимаем труд и работу ведь далеко не все привыкли трудиться и часто труд воспринимают как какую-то страшную тяжелую необходимость от которой нужно побыстрее избавиться если вы так воспринимаете то почему вы хотите чтобы ваши дети воспринимали по-другому поэтому начинаем как обычно себя пытаемся для себя в первую очередь труд превратить из нудного мероприятия во что-то более позитивное и учим этому детей у ребенка истерика как наказывать и как реагировать на это это очень частые вопросы родители особенно с детьми дошкольного и младшего школьного возраста на самом деле истерика это один из главных способов манипуляции родителей и очень многие дети этим активно пользуются как правильно реагировать потому что истерики у детей это в первую очередь показатель того что мы неправильно на них реагируем раз они продолжаются если мы научимся на них правильно реагировать то их практически не будет мы сможем свести их к самому минимуму итак начнем первое ни в коем случае на истерику нельзя поддаваться то есть ребенок через истерику хочет заставить нас что-либо сделать наша задача не сделать это в том мере объеме что он хочет противном случае ребенок всегда истерикой будет добиваться своего и самое худшее что мы можем достичь что ребенок привыкнет к этому и в когда он вырастет станет старше он будет точно также манипуляции достигать своих целей никто не любит когда ими манипулирует второе что нужно сделать это обязательно убрать зрителей любая истерика она рассчитана на зрителей чем меньше зрителей тем проще справиться с истерикой поэтому если истерика произошла во дворе или в магазине постарайтесь уйти от зрителей чтобы остаться один на один с ребенком вам будет значительно проще с ним справиться в такой ситуации третье не нужно истерить самому это сложно когда ребенок весь в эмоциях нам тоже хочется ответить ему эмоционально но при этом мы только подбрасываем дрова в огонь этой истерики и истерика может стать вообще общей сначала истерит ребенок потом истерит родители в ответ и ничем хорошим это естественно не кончится ни для ваших отношений не для воспитания ребенка четвертое и важнейшее это показать силу и стойкость ни в коем случае не физическую силу то есть не нужно ребенка там бить или страшно наказывать нужно просто показать силу ребенок допустим лежит на полу бьется в истерике вы его подняли аккуратненько взяли так крепенько и куда-то перенесли в другое место где можно спокойно лежать и биться в истерике например на диван если вы находитесь дома или если вы где-то находитесь не дома то тихонечко вот так несете его домой или вместо где никого нет нет зрителей зачем это нужно ребенок чувствует силу и стойкость родителя ему проще с истерикой справиться мы должны понять что в отличие от взрослых ребенок очень часто не осознает что он делает не осознает что он манипулирует родители поэтому это не его злая воля это пока что недостатки нашего воспитания которые мы и будем с вами исправлять но при этом очень важно всегда говорить ребенку что мы его любим и все это делать с улыбкой не с натянутой улыбкой когда в глазах скачут какие-то искорки тоже готовой загорится истерики а с настоящей улыбкой мы любим ребенка и вот все это мы делаем не для того чтобы нам было спокойно а потому что мы его любим это очень важно когда родитель реагирует на истерику ребенка желая чтобы ему было спокойно причем так он и говорит что ты делаешь на нас все смотрят как обо мне люди подумают что ребенок читает во словах для тебя мнение окружающих важнее чем я ну и более конкретно ты меня не любишь ты любишь внимание мнение окружающих больше чем меня но вот такой такое послание ребенку отправлять ни в коем случае не стоит поэтому мы должны сконцентрироваться на ребенке показать ему что мы его любим сказать ему об этом но постараться прекратить истерику ну и наверное самый главный важный вопрос а почему произошла истерика нам ведь нужно понять причину иногда борясь со следствием а истерика это уже следствие мы не замечаем причину а вот разобраться в причинах это очень важно потому что разобравшись причинах мы значительно проще сможем разобраться уже и самими истериками и сделать нашу жизнь с ребенком проще а жизнь ребенка в будущем спокойней и без излишних эмоциональных перегрузок ребенка обижают в садике как правильно на это реагировать к сожалению довольно часто распространенная проблема и родители очень часто реагируют на это болезнь в первую очередь нужно начать с того чтобы спокойно без претензий и без криков и истерик поговорить с воспитателем вы узнаете очень много интересного и о своем ребенке и о том как он взаимодействует в коллективе но это нужно сделать очень тактично потому что если мы на эмоциях нашего ребенка обидели или обижают придем к воспитателю и будем на него наезжать что это он виноват и не уследил то никакого конструктивного диалога не будет и нам просто скажут что это мы сами виноваты что неправильно воспитали ребенка прийти спокойно поговорить обозначив воспитателю проблему вы знаете мой ребенок жалуется что его обижают что вы можете сказать какое ваше мнение как он себя ведет при этом мы должны быть готовы выслушать о своем ребенке то что либо не хотим знать либо просто не видели потому что в домашних условиях он такого не проявляет и вот выслушав уже это непредвзятое мнение часто мы можем принять какое-то решение а второй вариант что делать дальше ситуацию всегда с ребенком можно проиграть ребенок дома мы приходим к нему и предлагаем ему поиграть в детский сад вот у нас есть зайчик ежик мишка вот зайчик это воспитатель а ежик с мишкой это детки и вот мишка он не слушается капризничает не ложится спать а не идет кушать когда надо что в это время делает воспитатель и вот в этой ролевой игре мы узнаем все как ведут себя дети как ведет себя воспитателя самое главное как положительно или отрицательно оценивает это ребенок в этой игре подсознательно ребенок нам расскажет все что происходит в детском саду и покажет те проблемы которые его волнуют здесь главное сразу же не начать ребенка получает играть нет так нельзя что это вы там зайчик так делает мы посмотрели на эту картину поняли и уже потом спокойно с ребенком поговорили но опять же без какого-то особого поучительства противном случае ребенок просто закроется и не будет нас слушать надо понимать что любой человек и ребенок в том числе он готов слушать другого тогда когда другой его ни в чем не обвиняет но говорит о либо своих переживаниях либо о том что волнует обоих когда же тебя обвиняют тебе хочется просто оправдываться и закрыться от этих обвинений кроме того конфликты в детском саду разрешаются еще и несколькими способами для начала нужно попробовать решить конфликт то есть поговорив с ребенком предложить ему какой-то конструктивный вариант решения проблемы ну например не могут дети поделить какую-то игрушку предложить чтобы ребенок принес еще одну игрушку вот они было две игрушки сегодня ты играешь одной а завтра ты играешь другой а эту игрушку отдаешь другому вроде бы конфликт исчерп научить ребенка просить помощи к сожалению в в нашей культуре не всегда это принято и иногда считается просить помощи чем-то постыдным нужно научить ребенка что в случаях когда помощь нужна нужно обязательно обратиться к тому кто может помочь что будет воспитатель родитель при этом просьба в помощи заключается не в том чтобы на ябеченчить на другого что он плохой рассказать о своей проблеме мне плохо мне больно от этого тогда просьба будет не ябедной на другого а реальной просьбой о помощи себе научить ребенка уходить от конфликта иногда бывают дети с которыми решить вопрос путем компромисса не получается и нужно просто уходить от конфликта и детей нужно этому научить что с таким человеком не стоит конфликтовать лучше отойти дать ему возможность проявить свою агрессию не на ребенке и это помогает уже во многих жизнях ситуациях ну и в конце концов обязательно нужно научить ребенка постоять за себя не стоит думать что если мы учим ребенка стоять за себя это плохо и мы развиваем в нем агрессию нет очень важно чтобы мы научили ребенка чувствовать собственные границы когда ребенок чувствует собственные границы он не пускает за эти границы желающих вторгнуться в них это значит что растет полноценная личность которая сможет в дальнейшем развиться и стать самостоятельным человеком если же у ребенка нет собственной границей не он их не чувствует то развитие личности будет довольно сложным поэтому вот эти личные границы они должны закладываться дома в нашем личном домашнем общении у ребенка должно быть чувство собственного достоинства которое он потом сможет отстаивать и в детском саду в дальнейшем в жизни это ему очень и очень поможет вот когда мы разобрались в причинах поговорили с воспитателем и рассказали ребенку о различных способах решения конфликта мы сделали очень много и дальше нужно дать ребенку действовать самому решать проблему за ребенка нужно только в крайнем случае когда мы понимаем что мы сделали все что от нас зависело чтобы ребенок мог сам эту проблему разрешить она не разрешается тогда включаются родители в противном случае мы рискуем что наши дети вырастут не самостоятельными привыкшими что проблемы за них решают родители дайте ребенку научиться в том числе и на своих ошибках как говорить с ребенком о смерти тема важная и зачастую бывает проблематично особенно когда умирает родственник близкий родственник люди очень часто задаются вопросом стоит ли брать ребенка на похороны как ему это все объяснить испокон веков во всех практически человеческих культурах детей от смерти не отгораживали и на самом деле у ребенка есть даже некая такая внутренняя потребность поговорить о смерти в определенный период взросления 6-8 лет ребенок подходит к родителю спрашивает его о смерти ему интересна эта тема не стоит его от этой темы отгораживать смерть так же естественно как и жизнь если есть рождение значит есть смерть если есть начало значит есть конец ребенку так и нужно объяснить все мы рождаемся и все мы умираем смерть это не есть некая страшная трагедия смерть это есть конец жизни это нужно ребенку объяснить ты начал жить ты когда ты умрешь мы очень боимся что ребенок начнет бояться смерти да в определенный период в своего взросления он будет бояться умереть но это чаще всего связано уже с младшим и средним подростковым возрастом и с полным осознанием себя и своей личности но это не значит что ребенку не нужно о смерти говорить нужно показывать ребенку что смерть это итог жизни рассказывать ему о своих родственниках бабушках прабабушках прадедушках вот они жили вот они жили долго вот они умерли вот от них осталось то 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 съездить с ребенком на кладбище может быть кратко без особых подробностей рассказать ему что происходит с человеком когда он умирает ну и когда мы сталкиваемся с ситуацией когда приходится с ребенком идти на похороны на отпевание близкого человека обязательно нужно с ребенком об этом поговорить здесь нет какой-то конкретной проблематики нужно поговорить от сердца вот человек был человек есть есть он потому что он остался в нашем сердце в наших воспоминаниях в нашей памятни и самое главное мы продолжаем его любить с его смертью то есть окончание физической жизни не закончилась наша любовь до тех пор пока мы его любим пока мы ему помним он жив кроме того обязательно нужно поговорить о том что в нашем православном миропонимание и представление смерть это лишь переход в следующую жизнь в жизнь вечную когда наша вечная душа которая оживляет наше физическое тело отделяется от тела и начинает жить отдельно иной другой жизнью она как бы живет тем итогом что человек смог в своей жизни собрать чем он смог жить вот ребенку в силу его возраста об этом стоит рассказать но еще раз говорю не нужно детей ограничивать от этой темы потому что если мы будем так делать то рано или поздно ребенок столкнется с этой темой и в подростковом возрасте она будет его очень интересовать и к сожалению иногда бывает что если в детстве мы его ограничивали то потом она может начать его пугать что вплоть доходит до определенных неврозов но здесь есть еще одна проблема она связана с нами с взрослыми мы сами очень часто к смерти относимся с большой опаской и не любим они не говорить не напоминание о смерти хотя еще в древности люди говорили момента море помни о смерти древние христианские подвижники продолжали помня смерти и вовек не согрешишь поэтому память смертная это одна из христианских добродетелей которая помогает нам всегда быть в тонусе всегда быть перед лицом божьим и вот эта память о смерти которая будет у нас мы ее потихоньку будем передавать и нашим детям когда и как рассказывать ребенку о Боге если ребенок воспитывается в христианской семье то особенного рассказа о Боге у нас и не потребуется потому что Бог в христианской семье присутствует во всей нашей жизни мы встаем с молитвой и ложимся спать с молитвой мы начинаем трапезу с молитвой и заканчиваем ее с молитвой мы какое-либо дело начинаем с обращения к Богу и так далее поэтому вот этот принцип ребенок уже усвоит ну а дальше в самом том маленьком возрасте когда ребенок уже начинает что-либо понимать то есть полутора с двух лет нужно говорить ему о Боге в самых простых выражениях то как мы понимаем не нужно искать какую-то догматику пытаться в книжке где-то вычитать для ребенка это будет некие чужие слова иногда ему непонятные расскажите ему так как понимаете это вы чтобы смог понять именно он потому что в этом нежном возрасте ребенку еще очень многое недоступно у него еще небольшой горизонт познания и поэтому этот горизонт он во многом зависит именно от его окружения от вас от родителей и то как вы объясняете ему все остальное вот точно так же расскажите ему и о Боге что Бог для нас это отец он создал нас он нас любит но ни в коем случае нельзя пугать Богом это самая наверное главная ошибка в рассказе о Боге когда мы начинаем ребенка Богом пугать не делай этого не делай того это плохо Бог тебя накажет разве Господь для этого пришел в наш мир чтобы нас наказать нет он пришел чтобы нас спасти и показать свою любовь вот об этой любви Божией мы должны рассказывать детям когда ребенок уже растет он пошел в садик а потом пошел в младшую школу вот здесь в этом возрасте очень важно с ребенком уже поговорить но опять же нужно поделиться собственным опытом взаимоотношения с Богом какие у нас взаимоотношения что для меня Бог задайте себе этот вопрос какую роль Бог занимает в вашей жизни кто он в ней что он в ней значит вот этим поделитесь с ребенком это будет самое лучшее и самое искреннее что вы можете ребенку передать вера она подобно огоньку свечи этот огонек можно передать только от горящей свечки к другой свечке его невозможно зажечь просто так из какой-то книжки то же самое рассказ о Боге если это будет личный рассказ мотивированный рассказ с любовью о чем-то близком и дорогом ребенок это именно так и воспримет если мы говорим уже о ребенке более старшем средний или старший подросток вот здесь мы можем столкнуться с тем что у нас не хватает знаний умений навыков о том чтобы ребенку рассказать о Боге а как Бог может быть вечным и во времени а как Бог сотворил мир но не сотворил смерть и зло а почему Бог допускает вот такие страшные вещи которые вот ребенок может видеть или наблюдать вот вот на эти сложные вопросы иногда нам ответить бывает действительно трудно вот здесь нам на помощь придут книги есть даже целая наука которая идет из средневековья она называется теодицея то есть защита Бога там приводятся формальные логично выверенные ответы на подобные вопросы особенно касающиеся наличия зла и насилия в мире и как Бог это терпит ну и кроме того можно посмотреть в интернете или почитать ответы людей которые с вашей точки зрения могут быть интересными и оригинальными и объективными потому что вот здесь иногда наших знаний не хватает нужно их взять уже где-то и я думаю будет не стыдно если вы скажете своему ребенку ты знаешь я не могу тебе это объяснить вот я это понимаю вот как-то так представляю но вот тебе это объяснить не могу пойдем мы сходим в храм подойдем к священнику и поговорим с ним но перед этим со священником нужно заранее договориться рассказать ему о чем идет речь именно о каких вопросах чтобы он был готов поговорить с вашим ребенком на эту тему наверняка не все священники будут готовы но попробуйте найти того кто сможет так поговорить и ответить я вас уверяю для ребенка это будет самое лучшее когда на его вот такие вопросы обратили внимание ему объяснили и для него это будет свидетельство что его любят и с его мнением с его вопросами к ним прислушиваются ну и кроме того очень важно чтобы мы сами постоянно развивались в этой теме если человек просто читает утреннее и вечернее правило ходит в храм иногда причащается исповедуется при этом считается христианином наверное этого мало нужно постоянно самосовершенствоваться и для этого сейчас есть все есть книги есть замечательные лекции которые можем почитать или послушать и получить те знания и тот опыт которым мы уже можем поделиться с ребенком потому что если мы сами найдем для себя ответ на животрепещущий вопрос нашего ребенка и сами ему сможем объяснить это будет очень большой нашей общей победой потому что вера и знания о Боге станут нашими общими вместе с нашим ребенком как рассказывать ребенку о молитве и научить его молиться как ни странно научить молиться почти нельзя потому что молитва это общение с Богом а общению научить очень сложно поэтому в первую очередь чтобы научить ребенка молиться нужно научиться молиться самому когда у нас у самих будет представление что такое молитва мы будем понимать что молитва это не вычитывание правила от и до когда открыл молитва слов, что-то там побурчал, побурчал, закрыл и пошел дальше, а молитва это общение с Богом, тогда мы этот опыт сможем передать и нашим детям. Ну, что касается практики. Когда ребенок еще маленький, очень полезно брать его с собой на нашу молитву. Взяли его на ручки, вот там икона боженьки, мы сейчас будем молиться. Ребенок маленький, до трех лет он во всем подражает родителям, вы креститесь, он будет креститься, вы поете, он будет стараться петь. Поэтому здесь особых проблем нет. Кратко ему просто рассказать, объяснить, вот боженька, вот мы ему молимся, давай с нами. Но ни в коем случае не заставлять и не критиковать и не ругать, когда он через 2-3 минуты уже потеряет к этому интересу, станет и пойдет что-то делать или баловаться. Тихонечко ему объяснить, мы молимся, здесь баловаться не нужно, иди в другую комнатку и там будешь баловаться. Когда ребенок становится постарше, уже это детский сад, средняя, старшая группа, мы можем купить ему молитвослов детские. Обычно они очень красочные, там картинки, иконы, вместе с ним разобрать. Смотри, вот здесь ангел-хранитель, а вот здесь святые, а вот здесь святитель Николай, а вот здесь образ Богородицы. И очень кратко рассказать ребенку об этом. В следующий раз, когда он будет открывать эту книгу, он будет вспоминать наши слова. Хорошо с ребенком выучить какую-то молитву. Допустим, царю небесную и отче наш. В дошкольном возрасте дети очень быстро учат как стихи, так и прозу, а молитву и тем более. Поэтому выучили с ребенком молитву и молитесь. Если ребенок участвует в молитве взрослых, то пусть у ребенка будет своя маленькая часть молитвы. Ну, допустим, для дошкольника это может быть три раза «Господи помилуй» и «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». В самом начале молитв предначинательными, когда мы читаем «Три святой паучи наш», для него это будет не только участие в общем деле со взрослыми, но и личная молитва. И он будет понимать, что от него тоже что-то зависит, когда папа начинает, читает «Царю небесный», а потом он читает свою какую-то часть. Он будет очень ответственно к этому подходить. Когда ребенок уже будет школьником, будет уметь читать, вот тогда можно давать ему читать уже какую-то небольшую молитву вместе с вами или же самому. Но самое главное – передать ему то, что молитва – это не вычетка каких-то волшебных слов и заклинаний, а личное общение с Богом и научить его молиться лично. Когда тебе плохо или тяжело, помолись об этом, о том, а как. А помолись своими словами. Бог наш Отец, Он наш любит. И поэтому, как бы ты к Нему не обратился, Он тебя услышит. Главное, чтобы это было искренне и отсяться. И вот такую молитву мы должны и передавать нашим детям. Научить их молиться лично. Потому что, поверьте, в определенном возрасте от молитвенного правила они отойдут. Но если мы научим их лично молиться, то вот эта личная молитва, она будет всегда с ними. Сначала это будет в каких-то сложных или критических ситуациях. А потом эта молитва и станет важной частью всей их жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова